Ребят, опять мы накупили на продажу каких-то китайцев, я даже название этой марки не могу прочитать. А Артём, с которым мы перелопатили кучу секретных гаражей и разборок... Если я не смог её открыть, открыть её невозможно. Сейчас в Дубае нашёл настоящую немецкую классику. Трёхлучевая звезда на капоте. Взялись бы за такую переделку, ребят. Парни сейчас на рынке и, кажется, приобрели самую неликвидную машину, которая только возможна. Но, к сожалению, привезти её в Россию не получится. Стоимость легализации этого автомобиля в 10 раз дороже, чем стоимость самого автомобиля. Вот здесь будет математика у нас, титры появляться. Смотрите этот ролик для того, чтобы узнать, сколько стоит в рублевом эквиваленте настоящая немецкая классика. И какие вообще там можно найти бриллиантовые варианты. Ролик, честно говоря, пошёл не по плану. Это ещё один совершенно потрясающий автомобиль. Хоть он и сделан там с шильдиками 63-й, конечно, это не 63-й. Это универсал Е500-й. Бомба-машина. Прикол этой тачки не в её цвете и не в её комплектации. Прикол её, во-первых, в состоянии. Это просто изумительное состояние. Машина пригнанная из Японии с пробегом 85 тысяч километров. Просто, ну вы посмотрите, понятно, что здесь всё отмыто. Но посмотрите состояние лонжеронов. Посмотрите состояние трубок. Ничего не потрескалось, ничего не погнулось. Всё вообще в идеальном состоянии. Смотрите, вот это вот. Состояние салона просто поражает на самом деле. Ничего не потрескалось, не полопалось. Здесь, естественно, поскольку машина из Японии, здесь стоит такое головное устройство с японскими иероглифами. Карацерия. Очень дорогой бренд. Пробег 80 тысяч 239 километров. Всё на электрике. Память сидений, электрорегулировка сидений полностью. Всё, вот это сервопривод задней двери. Идеальное состояние дерева, идеальное состояние пластика, кожа. Ну вот вы скажите, вот такую машину можно в России найти? Здесь даже заводские ковры с длинным-длинным ворсом. Ну-ка, самое интересное. Извините, это не бардачок, это для ручек. Здесь у нас, ребята, мерседесовские артефакты. Документация аккуратно завёрнутая, наверное, даже в заводской пакет. У него сервопривод багажника, между прочим, в 2006 году. Вот эта кнопочка. У него здесь специальный органайзер для того, чтобы тут как-то зонировать пространство. У него шторка, которую можно вставить. И она будет при открытии багажной двери, будет уезжать наверх. Здесь специально есть направляйки. Но самое интересное, на мой взгляд, у него вот здесь вот заводской. Да, пускай. Там немножко плохо держит уже газовый упор. Можно будет от десяточки сделать, от задней двери, чтобы он вот так бы стреливало. Смотрите, разно. Заводские ковры с петлей. Блин, офигеть. И вот эти штучки для зонирования. Да, замочки вот сюда вставляются. Вот в эти вот желобки вставил. Повернул и все. Ты уже его никуда не вытащишь. Сюда вставил. Наверное, надо открыть его. Да, естественно. Вот так вот его вставил. Все. Крепи. Не хочу. Оно поймало где-то. Есть, конечно, один нюанс у этого автомобиля. Если вы вдруг захотите себе его привезти, вы столкнетесь с одной очень, очень неприятной историей. 450 тысяч рублей по текущему курсу. Эта машина стоит здесь 18 тысяч дирхам. Курс сейчас примерно 25. Поэтому если вы умножите 18 тысяч на 25, получится 450 тысяч рублей. Да, для тех, кто мыслит в долларах, это 4530 долларов по нынешнему курсу. Но если вы вдруг себе представите, что вы захотите такую машину в России легально привезти, это будет просто каких-то астрономических денег. Давайте прикинем. Давайте. У нее 5-литровый мотор. 5-литровый, да. 5-литровый мотор. Ей больше 7 лет. Значит, у нее 5 евро за куб. 5-5, 25. 25 тысяч евро. 10% мы добавляем, чтобы получить доллары. Это у нас получается 27 500. 18 тысяч долларов будет еще у нас утилизационный сбор. Это уже 45 тысяч. Ну, 3 500 доставить. Еще полторы тысячи возьмем мы и тысячи документов в России. Вот вам и получается очень и очень дорого. Стоимость легализации этого автомобиля в 10 раз дороже, чем стоимость самого автомобиля. А это, вроде, казалось бы, обычная машина, которая в России стоит невероятных дорогих денег. А здесь она стоит дешево, но, к сожалению, здесь она никому не нужна. Она находится на задворках. Все, это огромный рынок. Если камеру мы повернем вот туда, то увидим, что это все. Это конец рынка. Это самый-самый отшиб. И просто самый отшиб. И здесь эти машины продаются по такому остаточному принципу, на самом деле. И это очень-очень печально. Хотя машины более чем достойные. Пойдем посмотрим вон на 46-ю. Да. Вообще, это что-то с чем-то. 46-я BMW. BMW, это же вообще, это одна из самых надежных, самых правильных. 325-я i. У нее задний привод. Еще есть немецкие наклейки какие-то здесь. Пробег у этой машины 52 тысячи 57 километров. Мотор 2,5. Индекс 325i. Задний привод. Давайте покажу вам, как выглядит ее аукционный лист. Очень даже достойный аппарат. Четверочка. Даже в Японии поставили 4. Это о многом говорит. Здесь у нас все атрибуты японского уличного гонщика. Естественно, карацерия с японскими наклейками. Монитор для того, чтобы смотреть здесь. Мангу и хентай. Здесь также слот для беспроводных, для карт транспондеров бесплатных дорог. А что вот это за слот? Это не кассета? Это как какие-то мини-диски, что ли? Мини-диски. BMW, бизнес, медиа, что-то. Автомат, электростеклоподъемники, центральный замок, электрозеркала. Электроседла у него. Электроседла, да. На езрах что электроседла. Как он потрясает? С пассажирской стороны тоже электроседла. И работа. Климат-контроль. Это просто можно обалдеть. Помнится, мы хотели купить такую только компакт. Компакт, да. За 1800 долларов, да. Но она была в сильном состоянии похуже. Регулировка по высоте. Мама дорогая. Немножко правейший потолок, но это нормально для такого. Для таких моделей. Вот его уже тут немножко пытались пофиксировать скрепками от степлера. Пойдем в багажник, посмотрим. Там как раз стоит культ от медиасистемы. Да, вот я как раз к медиасистему хочу. К медиасистему идем смотреть. Внимание, CD-чейнджер на 6 дисков. Отожди. Как элегантно он работает, а? Где? А ну-ка. Офигеть. Слот для 1, 2, 3, 4, 5, 6 дисков. Можно вставить, слушать модерна токинга. Вот это вот все. Здесь. Нет, смотри. Написано, как на старых видиках. Оп. Пуш-то-опен. Долби. Все дела. Пионеровская. Пионер-крыцария. Это просто невероятно. Падал. Во, вот здесь вот. Первая проверка на состояние автомобиля. Японские иероглифы, кстати. Оп. Не все в комплекте. Крюк кто-то уже, видимо... Докаточка-то. Вот она. Просто идеальное днище. Идеальные все ниши. Сейчас мы это все уберем туда. Рядная шестерочка 2,5. Немножко не замерзайки налили. Немножко. Ну все, полный комплект. Не замерзайка просто под крышку. Слышишь на стояние? Вот когда стаканы, просто я прям... Этот герметик. Для тех из вас, у кого уже давно не читается вин, посмотрите, как должно быть. Может быть, интересно, любопытно для вас будет. Еще что поразительно. Заводской герметик, заводской антигравий, заводской этот битум. Мовиль. Все вот эти силовые провода, которые идут сюда на плюс, на минус, они в идеальном состоянии. Ничего не отгнило. Где-то там. Не облизывай. Не собираешься облизывать. Ты бензином. Давно не заводили. Все полностью комплектно. Единственный очаг ржавчины, это вот здесь вот такая поверхностная небольшая на замках. Да, у нее немножко подвыцвели фары. Да, немножечко она, конечно, не из этого века. Но, блин, офигенная машина. Так, давай посчитаем, сколько она будет стоить. Вот здесь будет математика у нас, титры появляться. 4363 доллара она стоит. У нее мотор 2,5. Мы умножаем это на 5 евро. Получаем 12,5 тысяч евро. В долларах это 13,750 долларов. 13,750 долларов. Мотор у нее 2,5. Мы добавляем к этому 844... Нет, коммерческий утилий не надо платить, кстати. Не надо, утилия не надо. Добавляем сюда доставку. Плюс 3500 где-то. Плюс 1500 возьмем мы. Тысяча будут документы. Плюс... Вот так вот. Примерно 24 тысячи долларов она встает. 2... 2,2,2 где-то миллиона рублей, да. Но карацерия зато будет у вас в комплекте. Я даже не знаю, что сказать. За 2,5 миллиона рублей в России под ключ с лобовой таможней с нынешними законами. Вот такой вот автомобиль. Претензий к машине нет. Еще одна, ребят, хорошая машина, которая здесь продается. Это 2007 год. Е60 530. У нее рядная шестерка. Она 272 лошадиные силы. И что мне память не изменяет. М-обвес. Типичный японский тюнинг с 19-ми, наверное, да. Это колесами марки Gnosis. Ну, мы все, наверное, когда-нибудь... А, это Work. Ёлки-палки. Work Gnosis. Прошу прощения. Тысячекратно. Такую разыгрывали в свое время. Произвела огромное впечатление лично на меня. Не люблю BMW. И та BMW не любила меня. Подо мной именно всегда ломалась. Но тачка, блин, выглядит бомбовски. Бомбовски. Реально. На этих японских колесах она просто потрясающая. Еще на фасадке здесь автомат. Здесь шайба селектора. Вот этим управлением дисплейчиком. Не помню, чтобы они так спокойно вращались. А, когда она включена, она усилие дает. Выбор меню. Автоматическая коробка передач. Здесь слот для ключа. Кнопка старт-стоп здесь. Вот М-руль на ней стоит. Да, М-руль. Ну, внешний ММ-бес есть. Смотрите. Дерево, черный пластик, красная кожа. Вот это. Ну, я не встречал таких комплектаций, честно говоря. Здесь эта тачка, ну, если примерно перекинуть ее в рубли, стоит примерно 750 тысяч рублей. Я вот просто зашел на дрон для того, чтобы посмотреть на машины, которые продаются. Самая дешевая. Это 550 тысяч рублей. И это, ну, пробег 210 тысяч километров. Тоже трехлитровая бензинка. До Рест, 2018 год. Но я, честно говоря, прям слышу, как она рыгает. Поэтому, если вы хотите себе такую машину, давайте посмотрим. У меня есть тут в избранном. Я добавил себе несколько машин. Вот, например, вот эта BMW. Пятерка. Девятый год. Миллион двести. Миллион двести. Три литра. Двести тридцать одна лошадиная сила. Естественно, такую бэушную машину брать достаточно стрёмно. Поэтому в дроне уже есть отчеты, которые вы можете себе купить. В нем будет подписано, сколько было у машины владельцев, какая история ее обслуживания, какой реальный пробег и результаты. А также там указываются все ДТП, в которые машина попадала, чтобы вам не нарваться на какой-нибудь проблемный вариант. Потому что, покупая такой проект, сделать это достаточно просто. Ссылку на дром я размещу в закрепленном комментарии и в описании под видео. Так что, если вам будет интересно выбрать себе машину, на дроме более полумиллиона объявлений актуальных. Совершенно на любой вкус машин. Совершенно на любой карман. Поэтому, если вам нужна машина, переходите по ссылке в описании на дром. И мы продолжаем. Еще один совершенно невероятный экземпляр. Эземпляр с очень таким странным ключом, похожим на ключ от Volkswagen с выкидным жалом, хотя гравировочка Mercedes. Есть SL500 1995 года. У него пробег 114 тысяч километров. Стоимость его здесь 45 тысяч дирхама. Это примерно 13 тысяч долларов, что-то типа такого. Но машина, конечно, все-таки старенькая. Она имеет следы некоторого износа. Хотя, конечно, на 114 тысяч она... Электросидения кожаные, потрясающие. Посадка низкая, электростекла по объемнику. Подогрев сидений. Электролюберировка зеркал. Климат-контроль вот в таком вот любопытном виде. Естественно, Panasonic этот, который с выдвигающимся монитором, который по японской традиции сюда просто впилен абсолютно шакальным образом. 114 тысяч километров. Немного провис потолок. Крыша у этой машины несъемная, естественно. Эх. Взялись бы за такую переделку, ребят. Такой только у тебя и у Стива Джобса. Еще один. Ракета-мобиль. Да, это 220-й. Пятилитровый. Пятилитровый. Не самая редкая машина в наших краях. Еще есть такие тачки. Но состояние, которого вы, наверное, не найдете. Это реально коллекционное состояние. Машина точно так же приехала из Японии. Она 2004 года. Итак, вот так вот выглядит копия аукционного листа. Это полный привод. Оценка 4. Это вот так вот. Пробег у нее 99 тысячи. Как я угадал. 57 километров. Все. Из нареканий только что-то с колесом. Какая-то царапина. Царапина на двери. И повреждения заднего правого крыла. А давайте я вам покажу, какие повреждения фиксируют в аукционном листе. Чтобы мы с вами понимали. Видите, вот здесь на лаке я даже этой царапины не чувствую. Но как она, значит, она поверхностная. Вот такие вот повреждения мелкие. Плюс вот это вот небольшое повреждение двери. Все. Вот такие повреждения считаются повреждениями. И за них снимают на аукционах на японских оценку. Да, колесики, конечно, здесь повидали кое-что. Но одна пескоструйка и покраска в порошок решают всю эту проблему. А. Ёлт, это волки. Я думаю, что еще вот это. Это бампер. Здесь поврежден молдинг. Что с такими-то повреждениями? Куда? Потал, потал. Никуда ничего не поделаешь. На заднем стекле написано Mercedes-Benz Sapporo Chuo. Здесь Sapporo машина приехала. А доставляли ее через порт Кавасаки. На ней тоже написано. Вот какая тут кинематика-пепельница. Ты посмотри. Обалдеть. И сзади еще прикуриватель. Для каждого гражданина свой прикуриватель. Но здесь не курили. Здесь не курили? Нет. Нет. Здесь у нас... Блин, мне даже как-то неловко сюда садиться. Потому что, судя по всему, здесь вообще никто никогда не ездил. Или ездили в белых халатах. Дел я тут обзор S-класса длинного, который один владелец у него был. И она ездила на предприятии. То есть она возила какого-то важного человека. Несравнимое состояние. Абсолютно несравнимое состояние. Блин. Ну, 99 тысяч километров. Ну, где вы такое найдете? Опять же, эти ковры, все на липучках, все на месте. Воздуходувки заднего ряда. Состояние подлокотника. Идеальная чистота в подстаканнике. Просто здесь как будто никогда ничего не ставилось. Простовато машина, конечно. Простовато, но состояние просто будет невероятное. Такой, по ощущениям, довольно тонкий руль. Так это прикольно. Естественно, с кнопочками. Естественно, с управлением мультимедией. Здесь антирадар, по-моему, вместе с устройством, которое по платным японским дорогам позволяет ездить. Держатель для вашего телефона. Сюда можно было и зарядку вывести. И вот она, зарядка, собственно, разъем. Это что у нас? Какой-нибудь Samsung старый. Или Alcatel, или Nokia. Держатель для смартфона. Было сломано, не будем чинить. Цену повышать. Нет, конечно. Раздельный климат-контроль. Меня всегда поражает, как японцы со временем борются. То есть, как бы, обычно у машин, которые хранятся на улице, условно говоря, у них вот здесь трещина посередине приборной панели. У них вот это все облезло. Как они умудряются сохранять в таком состоянии эти машины? Смотрите, это мини-диск. Это, видимо, какие-то японские вот эти маленькие, да, я так понимаю? Экран сдвигается вниз. Здесь открывается панелька для мини-дисков. Я думаю, ну ладно, это молодцы придумали. А то, что он еще вверх сдвигается. Обалдеть. Класс? Класс. Тут, видимо, телевизор работает. Так, так, все. Запускаем. И включаем телевизор. Первый канал будем смотреть. Да. Несенсорный экран. Я как это, как бич. Попер, попер, попер. Сердце этого красавца. Кстати, на Радик, а? Я продавал свою машину, полутора годовала, у меня Радик был хуже, хотя стояла сеточка. Да, а не 20 лет. Какой мотор здесь, Михалыч? Пятилитровый. СВ8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Рисуночки на крышке повторяют это все. Выхлопные коллектора. Просто, ну, это кожухи, конечно, наверное, в идеальном состоянии. Здесь, посмотрите, заливка управления жесткостью радиаторов. Чего? Ну, радиаторы здесь тоже достаточно жесткие. Жесткие, но это, конечно, с коммертизатором имеет отношение. Все тут сайлент-блоки, ни единого очага коррозии, ни единого. Блин, выглядит просто превосходно. Про цену? Про цену? 25 тысяч дирхам. 625 тысяч рублей. Машина стоит здесь. 6 тысяч 850 долларов за S-класс, блин, с пробегом 100 тысяч? Да. 6 тысяч 850 долларов. Так, добавляем к этому 27 тысяч 500 долларов растаможку, 18 тысяч долларов утилизационный сбор, 3 500 доставку, добавляем к этому еще полторы тысячи долларов наши, и тысячу долларов добавляем еще документы в РФ, и еще 250 долларов экспортные документы отсюда. Итого, 58 тысяч 600 долларов при стоимости машины 6 800. Умножаем это на курс, ну, 94 в среднем. Получается 5 миллионов 508 тысяч рублей, 335 рублей. Если вычесть из этого стоимость автомобиля 625 тысяч рублей, и сколько он стоит здесь, то легализация этого автомобиля обойдется в 4 миллиона 890 тысяч рублей всего. Если вы хотите себе этот автомобиль по такой привлекательной цене, пожалуйста, обращайтесь к нам. Ну, это я, конечно, шучу, потому что человек в здравом уме не повезет себе такую машину, и это очередной, блин, парадокс. Парадокс. Ну, как может тамошка стоить, ну, хорошо, в 2 раза дороже, ну, в 1,5 раза дороже. Ну, у нас в 10 раз получается дороже. Ну, как она может в 10 раз стоить дороже, чем машина? Я вот этого одного понять не могу. А главное, почему? Можно еще проще. Зачем Гамора? Еще на рынке есть огромное количество мест, где продаются относительно старые праворульные машины. Несмотря на то, что правый руль в Эмиратах эксплуатировать нельзя, найти здесь можно совершенно самые, ну, какие-то безумные варианты. Я снимал, снимал тут планы крупные, а ты тут о чем уже договорился? Да, мы уже договорились, что мы купим эту машину. На самом деле, для покупки этой машины достаточно вот столько вот достаточно всего. Это 25 тысяч дирхам, может быть, даже здесь чуть-чуть больше. Вот так, наверное. Вот этого достаточно. А это на обслуживание пойдет. Хотим поставить ее на локал рынок и сами на ней ездить. С нашим пробегом, ну, машину на машине 100 тысяч на наш пробег. Мы проезжаем в месяц 6. Эта машина за 20 лет проехала 100. Ролик, честно говоря, пошел не по плану. Я вот не думал ее покупать. Ты еще надворил? Я влогер, я влогер. Блин, у нее родные фары, ты посмотри. Сейчас испытываем пневму. Смотрим, как тут все работает. Жесткость амортизаторов. Регулировка высоты машины. О! Так, машина поднимается. Целое событие тут происходит. Все вышли, не верят, что эту машину можно купить. Шутка зашла слишком далеко. Я купил машину. Зачем ты ее купил? Потому что кайф есть на 220 ездить под бай. Сторговались до... 24? До 24, с 25. Скидочку нам сделали в честь праздничка. Но ты немножко в стрессе. Я, конечно, в стрессе. Мы буквально на 20-летнем машине на 5-литровом моторе. Алло. Спасибо большое, дружи. Спасибо большое, сэр. Спасибо большое. Посмотрим, покажем вам, сколько стоит обслуживать этот Янгтаймер в Дубае. Посмотрим, сколько мы на нем наездим. Потому что ездим мы здесь супер много. Сейчас будем разбираться с Мерседесом, потому что для того, чтобы его поставить на учет здесь, нужно съездить в другое какое-то место, где тебе дадут какой-то Масад Халиджи. Это документ, говорящий о том, что машина якобы для GCC спека готова. Ее уже осматривали, и вот мы, короче, сейчас тут разбираемся. Беготня с утра начинает. Как он головой кивает, я в такте-то вообще. Хорошо. Тут вот написано, что он немецкий, точно, он 2005 год. И написано GCC стандарт. Вот, нам сказали, надо поменять, вот он наш S500. И после этого можно будет вот такие номера получить. Наложим о том, насколько это было просто или сложно поставить на учет в Дубае немецкую машину, прибыльную Зиму. Схема ОК. Сейчас мы на заправке, чтобы вы понимали. Да, и на заправке находится отделение местной МРЭО. Вот, и сейчас мы меняли ПТС на другой ПТС. За это, что дали, ну так, чисто, по приколу, типа, 8 тысяч рублей за этот, чтобы мы имели ПТС на ПТС. Это номера на наш 220-й, который мы вчера купили у этого прекрасного гражданина. Самый прикол, что я не обманывал вас, когда говорил, что мы на заправке. Вот так выглядит отделение, где можно переделать все документы. За 10 минут получаются номера. Делается страховка. Мулькия, это местная, это СТС-ка, типа того. Ну, сзади. У нас же японская машина. Сзади квадрат. Вот так вот, присобачиваю. Я считаю, это прецедент. Мы очень долго волновались, думали о том, можно ли поставить, нельзя ли поставить. Поставили. Получается, можно. Так, приключение продолжается у нас с собой немножечко номеров, немножечко совсем у нас. А из них тарея. Да. Сейчас идем. Полный ЕНОСЭ. Идем ставить в наш. Блин, какой он красивый. Вы только на него посмотрите, а. Я не про Артема, я про наш 220-й. Молодой человек взял с вас за помощь всего 100-130 дирекам, да? За суету. Just some words for our friends. Friends, yes. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Давай, давай. Давай, давай. В общем, ребят, прошло всего каких-то 24 часа с момента, как мы впервые увидели эту машину. И вот она уже на наших номерах. Сейчас ее приделаем. Самое интересное, что я ожидал каких-то сложных проблем с тем, чтобы машину поставить в Дубае. Ей 20 лет. Я слышал много раз о том, что 20-летняя машина здесь на учет не ставит. 350 дирхам дополнительных, это примерно 100 долларов. И все тебе ставят. И дальше посмотрим. Может быть, есть какие-то подводные камни. Сколько я заберу? Может быть. Но пока все идет по плану. Что делать, Артем? Выбираем следы этого. Не путевого японца. Короче, они же все любят вот эти вот антирадары. Все, прикуриватели у них запитано. Вся машина обвита этими проводами. Убрали? Да. Вот оставляем. Ой, ее заправлять надо будет потом. Куда она пошла-то? Это куда идет? Что это такое? Вот так. А-а-а. Это еще видеорегистратор. Здесь запрещены регистраторы. Поэтому убирай нахрен оттуда. Ой, я ее еще провалил. Приятные хлопоты. Классные. А пока номера вот так вот прикриндючили. Просто они стоят. Видали? Ручка-то выезжает из-под этого. Чтобы не пачкать. Здесь у нас внезапно обнаружен был Мерседес. Разберемся. Мерседесовский CD-Chenger. Насколько там? На 6, наверное. Чендер. Насколько дисков. Здесь у нас, вот и смотрите. Ломает. Состояние просто запаски. Родное. Эко-плюс. Континенталь. 225-55-17. А вот такой вот такой вот. 25-й? Я вижу сейчас, да. Эта крышка снимается. Кто-то у нас что-то своровал отсюда. И вот здесь. Но есть какие-то вещи. Можно было бы... Придохранитель. Смешной ключ, предохранитель. А домкрат за его классный. Домкрат супер. Супер. Ладно. Ребята, 625 тысяч рублей стоила эта машина. Страховка на нее обошлась в 25 тысяч рублей на 13 месяцев. Документы. Получить пошлину. Запускновку на учет номера плюс СТСК. 520 дирхам. Это 12 с половиной тысяч рублей. И вот рамки мы еще купили. Комплект там за 20 дирхам. Это 500 рублей. Типа две рамочки. Трехлучевая звезда на капоте. Вот какая-то состава елки-балки. А знаешь, что Михалович? Большой диск. Устал я от задней шторки, вот, например, сейчас. Так гораздо лучше. А я вот хочу, наоборот, заднюю шторку. Нам нужно поставить на этот Мерседес. Поменять масло, фильтры. Разобраться с зеркалом. Просто одно-одно какое-то такое закопченное, запотевшее. Просто машина не ездила. Нужно обслужить ее порядком, например, фильтра масло обязательно.